привет друзья а я сегодня вот опять пришла на кабуцейл смотрите я сегодня успела просто к самому открытию к самому началу но вот тут опять не угадаешь говорят открытие в 2.30 уже 2.35 вот все стоят вот это так интересно у них тут происходит сейчас вам попытаюсь объяснить вот виде там сколько народу столпилось и проволочкой закрыта входить нельзя но вот интересно что там уже истомились внутри ожидать продавцы продавцы то тоже уже давно все на месте и вот для чего обычно выдерживают людей вот абсолютно мне непонятно никогда но вот такие вот тут странные у них какие-то правила что должен прийти кто-то чтобы открыть веревочку и чтобы люди зашли вот это вот как вы понимаете покупатели так столпились очень много их тут хотя у нас сегодня жаркий день думала что все будут на пляже воскресенье но нет много тоже пришли на кабуцейл и вот посмотрите уже давным давно все готовы продавцы разложились и ждут скучают и вот эти ждут и те ждут а чего ждут непонятно если может быть кто-то мне скажет что но они ждут же пока их вот идет дядечка видите вот такой вот яркой без рукавочки вот сейчас наверно он мороженое купит а потом нам откроет так вот продолжу свою мысль если вы думаете что он сначала их обелечивает и потом только открывает то ничего подобного он вот открывает и обелечивает потом уже ходит долго по рядам берет 5 фунтов с каждой машины ну вот слава богу открыл вот видите вся толпа ломанулась скорее 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 потому что тоже как я вам рассказывала тут надо успевать если что-то конкретное хотите купить то конечно же народ очень шустрый и и хватают сразу все что что дешевое то что интересное хватают сразу ну вот мы вошли вот смотрела телевизор ответьте его можно и на стенку и так 47 сказали у него диаметр 47 inch если я правильно запомнила ну вот он стоит 30 фунтов они просят видите он с крепежной штукой не знаю что-то как-то я вы знаете вот опасаюсь покупать такие вещи здесь на кабуцели потому что всякое может случиться а потом поди ищи поди знай кто это и поди потом найди вот так вот опрометчиво покупать конечно но я побежала сразу сюда вот на край потому что здесь частенько продается какая-то мебель а я вот все покупку хочу купить старинную мне нравится мебель потом шаби шик вы же знаете мои увлечения ну вот сегодня там есть мебель но она нет не та совсем которую я хочу там просто какие-то стулья вот ну и идем с вами опять по базару как там говорят не нравится пройдите по базару дальше вот идем дальше вот сегодня базар у нас большой вот такие вот вещи тут hello how much your mirror seven seven pounds seven pounds you know size i'm not sure it's in the back not sure it's never been ну вот это масса масса барахла и детского то ладно но еще и взрослого вот такого вот развалы барахла обуви а вот иной раз даже не хочется наклоняться и смотреть видите какие красивенькие тут статуеточки курочки и уточки я правда не понимаю для чего запекать что или или просто для красоты вот эти все слушайте сейчас так смешно я услышала там мужик как продавец говорит на искала кирович по сейл вы знаете что это что это имеется в виду кто не знает английского я поясню потому что я хохотала на из колоти робишь это знаете очень хорошо потому что робишь это в общем барахло ерунда ну типа знаете мусора дрянь короче робишь вот и на из колоти колоти это как сказать господи уже но русское слово уже выскочила но то есть хорошая к волочи состоянии что ли как сказать господи вспомню потом ответите иногда такие заторы уже это к волоте у меня просто не оно не нужно не нужно переводить пошли я его и так понимаю Ну вот, кстати, смотрите, соковыжималка, да? Кстати, классная соковыжималка. Сколько вот она стоит, и как вот ее можно покупать без гарантии? Ну вот, 3 фунта вот эта вот соковыжималка. Говорят, никогда они ее не использовали. Не знаю, что еще вам показывать, друзья. Что-то как-то я, как обычно, знаете, теряюсь тут. Ну вот она, вот мебель. Ну вот, ну это не мебель, это вот просто стулья. Больше ничего хорошего. Иногда бывает, приезжают ванны, и мягкую мебель привозят, и шкафчики всякие. Вот она гитара. НК, НКР или как. Вот, она с порванными струнами, и его вся запыленная. 5 фунтов просят за нее. Вы знаете, месяц назад я такую же купила, только новенькую практически, со всеми струнами. За 4 фунта. Вот какие разные бывают тут, в общем-то, вопросы. А вот тут руб 50 и 3 фунта. Такие вот зеркала. А это такие лабутены тут, да? Посмотрите-ка. Боже мой, кто еще такое носит? Ну и, как вы понимаете, без собак ни одно мероприятие в Англии не обходится. Вот весной, всю весну продавалось очень много цветочных горшков, которые здесь продаются дешево, и очень хорошие можно выбрать. Вот я беленькие люблю, я беленькие себе всегда покупала. Почему? Вспомнила, потому что вот увидела, видите, продают рассаду цветов. Ну вот что-то в этот раз никаких горшков. Я вот хожу и не могу. Мне надо такой побольше горшочек. Это вот что-то как-то и не вижу. Все-таки почему-то вот этот наш кауцейл, он как-то больше вот на барахло, наверное. Я имею в виду именно вот одежду. А я хочу какие-то антикварные вещи, вот такие вот старые, раритетные. Ой, однажды я так проворонила, так проворонила такие картины. Тетечка продавала две картины. Ну там, я даже не помню, что было нарисовано внутри, но там такие рамы были позолоченные. Вот это вот, знаете, как я вам показывала в баре тогда, три портрета. Только там в баре были малюсенькие три портрета, а это были такие картины огромные просто. И вот в этих позолоченных рамах. И она за пять фунтов всего лишь на все просила. И я когда увидела, пока я до нее как бы так медленно шла, конечно же, как обычно, подошла там женщина впереди меня тут же, вот буквально на секунду. И, конечно, она их схватила и радостно побежала. А я осталась ни с чем. До сих пор жалею. Больше я не видела таких рам. Две за пять фунтов. Это, в общем, конечно, цена была очень хорошая. Ну вот я вам еще, по-моему, уже показывала вот эту вот красивенькую машину, которая здесь торгует перевозной, переносной мороженое. Айскрим и сок. Вот видите, тут очередь всегда. Я в связи с этим вспомнила одну историю. Как бывает, некоторые предприимчиво и удачно строят свой бизнес, в общем, ни на чем. Я помню, когда я жила в Архангельске, у нас был там рынок. Ну, он такой совмещенный, знаете, как обычно у нас там сначала продукты, а потом туда дальше, всякие китайские ширпотребы, очень-очень много вот таких вот рядов. Вот продают, привозят тогда. Привозили из лужников, откуда-то из саптовых каких-то складов и перепродавали. Вот девочки занимались, ездили. Я тут какое-то время тоже этим занималась. Вот, так я что хочу сказать, что одна моя знакомая, она пристроилась не ездить, таскать эти огромные сумки. А знаете что, она просто в колясочке летом, а зимой на саночках. У нее был огромный термос. И она в этом термосе развозила чай, кофе. Наш не один термос, несколько. Чай, кофе горячий. Какие-то пирожочки пекла сама. Но, по-моему, даже у нее больше было чая и кофе. И вот она продавала, ездила по рядам. Ее там все уже знали. Она продавала тем женщинам, которые стояли замерзшие там на морозе. В Архангельске мороз, вы знаете, 9 месяцев. Вот. И она, у нее бизнес этот был столь успешный, что она потом привлекла и своего мужа, и своего сына. И они уже там ездили на какой-то тележке трех-трех, колесной такой. И вот я просто подумала, что вы видите, кто на чем делает деньги. Предприимчивые люди находят. И вот, знаете, сделать чай и его развести, продать. Для нее оказалось гораздо выгоднее, нежели вот стоять днями, мерзнуть на морозе. Потом ездить, закупать это все, привозить, бегать туда-сюда, раскладывать, складывать. Она просто преуспела со своей развозкой чая в холодное время года. Вот так. Посмотрите на эту прелесть. Масечка. Масечка, Пусечка. Это посмотрите. Тоже продает. Слушайте, прям не знаю. Все что-то покупают. Такая движуха тут. А я ничего найти для себя не могу. Вот пять фунтов графинчик. Тоже, вы знаете, такой популярный довольно-таки здесь в Англии. В нем выставляют вино, когда гости приходят. Ну, вы знаете, для такого, наверное, пять фунтов дороговато будет. How much is this? This one? Ага. Two. Ну, вот видите, за два можно купить. Ну, и вот, видите, я спросила про эту крышонницу. Два фунта пока с вами рот открывала. Дядячик, как вот этот радостно купил, тут же схватил. Вот, видите, такие англичане. Молчуком. Ба-бах. И я говорю, ну, хорошо, enjoy вашей покупкой, наслаждайтесь. Как говорится, мне не очень-то хотелось, но человек выхватил буквально из рук. Тоже как-то странно бывает иногда. Хотя, вроде, по виду он англичанин. Ну, вот так. А у меня меньше пыли будет копиться. Вы посмотрите, какая прелесть. Боже мой, боже мой. Вот такой вот трансформер, что ли, да? 20 фунтов. 20 фунтов. Ой-ой-ой. Это я вообще ничего не понимаю. И здесь же рядом Филлипс. Высоковыжималочка. How much you're juicy? Some way, some way. Juicy maker? 10 pound. 10 pound. I don't use it. Look at it. Ну, вот я встала на возвышение. Вот так вот смотрится здесь кабуцейл. Вид сверху, так скажем. Ну, не совсем сверху, но чтобы было вам примерно понятно. Не очень большая площадь. Но вместительная такая. Это барахолка. И людей всегда здесь много. Вот, а я опять прогулялась. Вы знаете, так посмотрела. Много чего, наверное, мне понравилось. И много чего я, может быть, бы здесь и купила. Но вот, если бы у меня был большой классный дом. А может быть, такой, как у Сандрин, допустим. Вот там декорировать, оформлять. Всё красиво. Можно было бы купить много всего и на кухню, и в ситин-рум. Но у меня некуда уже ставить. И не хочу я свою квартиру захламлять. А вот, просто пришла для того, чтобы что-то найти для своих поделок и для своего хобби. Уже зеркала покупать я не буду. Я смотрю только старинную какую-то хорошую мебель недорогую. Но вот сегодня не нашла. А на этом мой обзорчик я заканчиваю. Берегите себя. Удачи вам. Всего вам доброго. Увидимся. Пока-пока. А вы не знаете, почему вот этот вот мотоцикл имеет два колеса впереди? Или что-то как-то такое впервые я вижу? Вроде такой. Или это мотороллер, или это мотоцикл. Что-то вообще я не поняла. Объясните мне, кто знает, почему у него два колеса впереди? Для какой такой лучшей езды?